Всем привет! В общем, мы приехали в Витебск Пойдем вот в этот вот дом Панельный Там живет профессиональный игрок на ставках Ну, в принципе, по дому сразу видно, да, что здесь живет профессионал Балконы, слава богу, еще не отваливаются Но уже все к этому идет Вот, Сан Саныч Бухой просит нас выпить с самого утра Да, они сейчас пойдут снимать, а я пойду сейчас... Никуда ты не пойдешь А ты же выброс оттуда? Значит, повезло, так фильтруй базар и множь На счету часа уютная коробка мещанского рэйка Лубочные картинки про счастье дурака Типичные сюжеты культуры суррогат Душонка по дешевке, аж шкура дорога Хочу вас познакомить с Олегом Привет, ребята! Сегодня вы увидите этот ролик Вот именно Олег нашел Ёшкина Матрёшкина Это человек, который живет в этом доме Это пиздец Я не буду ничего рассказывать, они сейчас все увидят Они все увидят, все поймут Вы увидите этот ролик первым А как мы ехали сюда, Витебс Как мы вчера ходили в казино Как вчера все происходило Вы увидите уже следующим роликом Почему? Потому что на носу люди чемпионов Ёшкин Матрёшкин еще успеет дать прогноз А вы еще успеете поставить наоборот Пойдем? Пойдем, Андрей, пойдем! Я приехал сюда, Витебс Только вот из-за него Это вот я Олегу уже объяснил Потому что таких людей надо показывать Олег показывает на своем канале Джентльмены Фортуны называется канал Джентльмены Фортуны Но у него по 300-400 просмотров А это надо в массы показать Это, блядь, надо чтоб миллион набрало Просто миллион После футбола открываю ВК И вижу, мне написал Сам Алистаров Не верю вообще Проверяю, фейк не фейк сначала Ну захожу там, друзья, знаете, как проверить Смотрю, ну вроде бы не фейк Поэтому не было слов Немножко пришел себя Ну и я уже написал ответил Ладно, вот Дело в том, что Пацаны Вы сейчас сразу поймете Почему я сюда решил приехать В другую страну Потому что вот То, что я сейчас покажу вам Короче, надо это смотреть вам Это просто что-то невероятное Таких игроков на ставках Вот сколько уже лет моему каналу Мы с Варлой очень не видели Звоним, парни, звоним В домофон вас не можем Потому что у человека как бы нету света А вот он и поднял трубку Это у него так шумит телефон Видите, выйди, пожалуйста, встретить нас О, Виктор Как и обещал Приехали Известные люди В сфере кругов Хочет с тобой пообщаться Они тебя увидели Но просто они не могли Познакомиться Вить, ты меня не видел Не смотрел раньше канал наш, не? Не, не смотрел У меня же сервизор тут Два года уже с половиной Меня зовут Андрей Еще раз Это Варлуш Что? Погнали? Передача по домам По домам По домам начинается И так Как живет лучший ставочник? Ну, лучше это громко сказано Так, Виктор, ты живешь один, правильно? Да, да, я пока Ну, в смысле так Невесту еще не нашел Тебе 45 лет, да? Да, недавно нашел Проходить Месят три назад В конторе там и отмечали Давай показать Так, почему у тебя дома нет цвета? А, ну, днем он и не нужен Как говорят, я живу в конторе в основном Вот А солнце светит Ну, сегодня пасмурный день Но, в принципе, светло А вечером прихожу поздно Но вообще отключили за неуплату коммунальных Заигрался был Я был новичок Два с половиной года в конторе Три года назад пришел И, как говорят, на новенького Повезло сначала А потом резко не повезло И заигрался так, что все авансы И зарплаты заносил в контору Ну, в смысле, проигрывал Вместо того, чтобы выигрывал И в итоге запустил Ну, это самое Историю своей жизни расскажешь Ну, сейчас положение выправляется За коммунами уже платим Так что недалек тот день Когда включат свет Так что ждать осталось недолго Проходите Обувь снимать не надо Все Порядок Вот тут я Предполагаюсь Начнем с гардероба Здесь у тебя гардероб твой, да? Ну, вот В основном гардероб здесь На вешалках Все висит Хотел сказать свет включить Да Обувь Летняя и зимняя Тут все вместе Вот На мне Ну, я тебе могу сказать, что Ну В этих кедах я играл в футбол Последний раз, года три назад До того, как стал игроком контора Егор Крит позавидовал бы Я вот честно скажу Вот А так Три года уже их не одевал Понял, так Ну, начнем с зала, да? Ну, тут у меня Творческий беспорядок Но, в принципе Скоро Дойдут руки и ноги Прибраться тут Как следует Ну, а тем более Когда вот включить свет Потому что Уже вот-вот я заплачу деньги И включить свет Слушай, то есть ты начал делать ставки три года назад, да? Да Я первый раз переступил в 42 года Порог контора А так до этого Проходите поближе сюда А до 42 лет чем ты занимался? Работал где-нибудь? Да Работал И Ну, продолжал работать Потом как начал ставить ставки Но потом Вот Год уже как не работал Кем работал? Значит Во дворце творчества Шахматным Тем самым Педагогом То есть Ну, в смысле Преподавал шахматы Детям Ну, педагог дополнительного образования Много платили, нет? Ну Где-то 100-150 долларов Вот так А любовь к спорту проявилась Когда? Когда начался? Да, это с детства С детства Это еще я на старой квартире жил на космонавтов Там с родителями И в 5 лет у меня вот был старенький телевизор В углу он стоял и У тебя и сейчас не новенький Ну и сейчас, да Но тот вообще был В 70-х годах Этот в 80-х Но этот надежный Как говорят Тот и до Он еще работал 2 года назад Пока не отключили свет Тебя свет отключили 2 года назад, да? Да, ровно 2,5 года назад Сколько у тебя сейчас долг по коммуналке? По коммуналке сейчас у меня осталось 188 рублей основного долга заплатить Ну вот это нашим, белорусским рублям Так, ну это примерно чуть меньше 100 долларов И, соответственно, пени набежала вот за 2,5 года 700, почти 800 рублей Это еще примерно 400 долларов Тысяча рублей белорусская группа Да, примерно 500 долларов Но пеню сказали пока не к спеху Главное заплатите основной долг Тогда уже можно будет включать свет Поэтому пеня пока... Что у тебя тут за литература? Шахматы, да? Я вижу Ну это все по работе Так у него вот шахматы лежат Смотри Да, ну это уже... Часы вот есть Есть шахматы Одевая коллекция часов Вот она, наверное Вот Да, ну это все старенькие добитые часы Вот это самое Есть более продвинутые Электронные часы Вот они электронные А это там уже, как говорят Это уже списанное давно Но вот Вот это электронные Это Рыбка на фарт Тоже Чемпионаты мира по футболу И тут статистика всех предыдущих было чемпионатов Вот она самая главная статистика Да Это что такое? Вот тут я использовал Вот на последнем чемпионате Я очень... Я провел параллели Российского чемпионата И Испанского 1982 года Очень много совпадений Счетов И очень много результатов Так, а это что варлуш у тебя нашел? О! За три с половиной... За три года, что я играю с половиной уже Вот таких должно быть восемь или девять мешков уже Это самое Но здесь, в этом мешке, как правило За исключением некоторых ставок По одной-две позиции, которые не заходили экспрессом Это все ставки за счетом А вот это вот мои, да Только по одной-две позиции По одной-две позиции, где я был близок от крупных выигрышей Да, просто Где я был... Вот, вот смотрите Птички стоят И бац Один прокол Вот это самое Был, вот, вот Раз-два-три-четыре-пять-шесть Семьдесят Семьдесят Сношло Сорок-четыре Был коэффициент И Ставка была- ну, рубль, да Ну вот, не прошла Одна позиция всего лишь там За один 72 вот не прошла А вот я сделал вывод Один и семь, коэффициент для меня Очень-очень опасный Поэтому Ставишь футбол, хоккей, да? Футбол, хоккей в основном Но иногда не брезгую Баскетболом, волейболом, теннисом Учитель физики и математики закончил нашу университет. Ну, я сказал всем, я сейчас профессионалом стал. Почему? Когда я работал, совмещал ставки и работал, что-то мешало. Как Юлий Цезарь мог делать 7 дней, 7 дел одновременно, я такое не могу. Я люблю делать последовательно. Одно дело сделал, потом второе, третье, четвертое. Так вот, мне это мешало. Работу закинул, теперь сосредоточился на ставках и все дело пошло. То есть мне теперь... Последний год ты плюсовой? Да, потому что я кинул работу и сосредоточился именно на вот одном деле. А где весь плюс? Ну, я сказал уже, 500 рублей я заплатил за коммунальные. Вот, плюс целый же год питался, как-то ж более-менее тоже деньги. Плюс долги многие раздал людям, должен был там, ну, это самое, частным людям. Уже практически не осталось, они должны никому, даже мне должны, уже рублей 500 должны. Вот, но я с них пока соберу, это еще долгая песня. Вот, плюс, где еще деньги? Кое-какие кредиты я платил, ну, это самые мелкие, там, по счетам, вот по этим, по исполнительным листам. Ко мне деньги не сильно липнут, вот, но в последнее время стало получше с этим вопросом. Витек, честно признать, поэтому практика большая, да. Судя по тому, что у тебя полки все пустые, в ломбард сегодня же? Нет, нет, не в ломбарде. Где все? На рынках в основном продал. Но в ломбарде, да, сервиз, сервиз от матушки, которая осталась, пришлось вложить в ломбард. И потом его выкупил один человек, но он мне дал денег, а сам выкупил. Не отец, не матери нет, да, у тебя сейчас? Да, 16 лет, вот, мы жили втроем, 16 лет назад случилось горе, они в один год померли. Ну, с интервала полгода. Сначала отец, а потом за ним пошла и мать в тот же год, через полгода. Это от них, да, у тебя квартира осталась? Ну, как от них? Мы жили на космонавтов, это была кооперативная квартира, мать купила ее, так, ну, за свои деньги. Отец и мать уже на Монолите работали оба, Монолите такой крупный наш завод был, ну, союзного значения. Вот, даже Витебск говорили, что третий город по значимости после Москвы и Ленинграда значился у Америки, ну, при бомбардировках, возможно, в бомбардировках в 80-х годах. То есть, ну, его бомбили сразу же после Москвы и Ленинграда, потому что там вот располагались эти промышленные предприятия, в том числе и Монолит. Вот они работали, и потом на Монолите сказали, вот, переезжайте в государственная квартира, двухкомнатная дается, ту квартиру продавайте, кооперативную, а вот вам государственная бесплатная квартира. Но это было в Брежневске время, в 80-е годы. Вот эта квартира государственная, от завода нам дали. Понял, а это на фотографии кто? Ой, это мой дядя, знаете, какого года рождения? Где-то 27-го года рождения. Когда началась война, ему было где-то примерно 13-14 лет. Он собирал, говорят, патроны, вот, и, наверное, когда уже немцы уходили в 44-м, когда, ну, наши освобождали, и вот Белоруссию, Витебск, или немцы его за это делали, за то, что он собирал патроны, ну, убили, или, скорее всего, просто думали, что уже к тому времени ему было уже лет под 17, к 44-му году. Скорее всего, они думают, что его заберут в армию, и он будет воевать против них. Ну, скорее всего, пропал без вести, но, скорее всего, его убили. Вот, так что, вот, фотографии восстановили, и это, как говорят, мой родственник. Так, проходим дальше. Так что, спортом я с 5-ти лет знаком, но никогда не играл в 42-х лет на деньги. Здесь у тебя... Где ты спишь? Здесь? Да, спальня у меня вот здесь, кровать вот я, это самое. Так, а почему пленка у тебя? Что за пленка? Пленка, ну... Слышишься, что ли? Нет, 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 нет. Никакую. Я не пьющий человек, трезвый, и, естественно, остался я только до, по-моему, 2-х лет в детстве. Ты вообще не употребляешься, да, алкоголь? Ну, за компанию могу, а так, чтобы добровольно вот пойти в магазин и... Дело в том, что ко мне приходит иногда друг детства, вот, сюда. Ну, он живет тут же дома, это самое, в этом же доме в подъезде, но иногда он ходит в запой, а у него батька не любит, когда он ходит в запой. Ну, он тогда говорит, можно я приду к тебе, тут выпью? Ну, я говорю, ну, хорошо, выпей, пожалуйста, на кухне выпил, там, а потом, говорит, можно я у тебя пока прилягу, полежу? Потому что выпил много, и до дома уже не может дойти, потому что, вот, тогда приляг. Ну, вот он один раз, это самое, я же не думал, что он так сделает. Вот поэтому на этот случай пленка, что ли? Если он приляжет на эту кровать, чтобы все было нормально, сухо есть. А когда ты в последний раз вообще... А, не знаю, ну, это шкаф еще с 60-х годов, антикварный шкаф, примерно в конце 60-х его купили. Я в детстве туда лазил, игрушки всякие складывал, да, там еще до сих пор какие-то... С детства остались вот игрушки 70-х годов, можете зафиксировать, вот, звездочка. Вот, я туда лазил в детстве и складывал себе все вот эти вот игрушки, вот. Но дело в том, что где-то лет 10 туда моя рука не, это самое, не лазит. Но это побелка, это не грязь, ну, в основном побелка, которая сыпется с потолка. Вот, так что это все протрется. Вот, как только вот я решу свои главные задачи. А главные задачи я вам уже Олегу говорил. Задач очень много. Задач очень много, но первая задача за коммунальные рассчитаться, чтобы свет включили, чтобы я мог и дома телевизор посмотреть, и книжку какую-нибудь почитать на ночь, если... Ну, хотя я прихожу где-то в 12 ночи. Что здесь у тебя? Газ единственно отключили, но газ это там 100 рублей проблема, цена вопроса. 50 долларов и газ будет включен. Сейчас пока он мне не нужен. Слушай, писем много у тебя, да, каких-то? А, это от судебных исполнителей приходит, вот, на мне же там 4 кредита еще было, и плюс коммунальные, вот, заплатите за коммунальные, заплатите за кредиты, заплатите за... Было или есть? Еще висят. Ну, коммунальные, вот, я говорил, висят, но уже я сам их исправляю, уже вот... Это ты брал, чтобы играть, да? Нет, кредиты я брал на потребительские нужды, но так получилось, что... И страховочный вопрос, думал, если сократят по работе, а там было объединение, оптимизация, мы могли сократить в любой момент, поэтому брал кредиты на жизнь, пока найду работу следующую, и брал кредиты на потребительские нужды. А что брал, что потребительские нужды? Ну, я был коллекционером, собирал фарфоровые статуэтки и монеты, думал, вот, на это дело, и, может быть, на приватизацию квартиры, но приватизацию не получилось приватизировать, монеты и статуэтки я тоже уже перестал собирать, потому что все потом... И потребительские нужды просто, я говорю, в резерв этот день, вот. Вот они, эти кредиты и ушли. Коллекцию все продал, да, как я понимаю? Ну, коллекции, да, нету уже года два нет. Коллекция там была не такая уж значительная, но... по сравнению с другими коллекционерами в городе, но все же было. Где-то на тысячу, на две тысячи долларов было. Вот. Ну, ладно. Гарена, как говорят, гарем, сейчас отыграем, ничего страшного. То есть ты все рассчитываешь отыграть, да? Ну, я не знаю, я же набрался опыта. Мне говорят, бросайте это дело, все равно ничего не выиграешь. А я говорю, ну, как в армии, пришел, ничего не умеешь, ни стрелять, ни окопырыть, а выходишь, уже и стрелять умеешь, и окопырыть умеешь, и уже можешь, все умеешь, как бы. С армией уходят. Поэтому тут то же самое. Пришел новичком неопытным, вот, не знал, как, чего, что, даже коэффициент не знал, что это такое, как умирать его. Ну, ты сейчас же считаешь себя профессионалом. Да, да, поэтому все отыграем, не вопрос. Главное, удача. Магнитофон и проигрыватель продал. Ну, Света нету, так что нет смысла. Высоцкий. Но проигрыватель и навалом, можно прийти к кому-нибудь послушать. Это самое типо... Наташка, да? Да, есть такая... Секс-сио. Да, это я, кстати, в Санкт-Петербурге в 92-м году студентом покупал эту пластину. Юрий Антонов. Да, есть. Песняру и белорусский. Да, это вот. Даже Петросян Евгений. Это самая первая его пластинка, Петросяна, в 80-е годы. Вот откуда у меня юмор пошел. Все целость, кстати. Да, да, да. Ну, Володя Высоцкий тоже интересная. Алла Пугачева тоже одни из первых пластинок. Таких ее... Ну, это фильм такой один был из моих любимых. Не бойся я с тобой. Вот, Сябры группа. Тоже Антона. Антона. Анна Германа, которая погибла в катастрофе в Италии, жалко. Хорошо припела. Вот, Сябры. Ну, Мирей Матье, Высоцкий. Ну, и есть еще... Так, Карл Готт тоже, любопытный певец. Чешский, Славей, как его называют. У нас в Союзе от него тоже, как говорят, были в восторге. А просто потому, что чувствуешь свою силу, ВДФ. Успех придет. Кассета, да, здесь была? Главное, чувствовать веры надежды. Олегра вулчат, да? Так приложится, короче. Ну, да, это вот у меня был магнитофон, я его недавно продал, потому что света нет, но слушать не на чем. Такой кассетный был магнитофон. А сколько продам? Ой, доллару за 10. Астас Михайлов есть? Нет, нету. Дело в том, что эти кассеты где-то 90-е годы. А это от Баськи остались часы Победы. Я, кстати, вот пыль наберу. Вот, Победа. Он купил их где-то сразу после Великой Отечественной войны, окончания. Вот эта память его осталась. Мне еще приходилось судить соревнования разного уровня. 15-летний пацан. Ну, кстати, эта фотография действительно 90-го года. Сделана, когда мне было 16 лет. Так что ты практически на год ошибся. Всего лишь на год. Вот. Ну, мне сказали принести фотографию, а у меня, когда я на паспорт первый фотографировался, у меня оставались фотографии. Ну, я сэкономил, принес удостоверение. Во-первых, в конторе можно с утра до вечера смотреть, там телевизор работает без перерыва. А во-вторых, действительно, интереснее, когда поставил. Друзья, мы перемещаемся на кухню. Вот я так и пошел. Поставил, кстати, выиграл сразу 200 долларов первый раз с первой попытки. С первой попытки. С первой попытки, да, поднялся. А ставка была большая, 6600 рублей нашими. А получил это самое. Получил... То есть ты поставил 300 долларов? Да, выиграл 500. Да, получил назад 500, 200 чист. Понял. Ты кушаешь вообще здесь? Ну, редко. Нет, редко кушаю, но кушаю, да. Вот у меня тут хлеб, недавно вот нашел банку помидоров закатанных. Ну, у кого-то, видно, лишнее было. Ну, кто-то выставил вот тут вот. С улицы принес? Нет, они... Вот мне соседка подсказала, иди возьми, вот для мусоропровода кто-то поставил две банки. А с ними ничего не случится, они могут годами стоить. Да, они могут годами, но у кого-то кто-то, может быть, лишнее, может быть, просто срок годности, как они думают, уже вышел, и все. А на самом деле вот ни единого пятнышка в этой банке нет, так что... В основном питаю сейчас в столовой, потому что газ вот отключили, вот, посмотрите, трубу. Так, а где берешь деньги на столовую, видите? На столовую? Дело в том, что столовые сейчас у нас дешевые. Двойная порция макаронов 60 копеек стоит, но это вообще... 20 рублей на 7. Это вообще, это ерунда. Просыпаюсь я поздно, поскольку я безработный, где-то могу и в час проснуться. Вот, так что сразу иногда и обедаю, и завтракаю, и ужинаю одновременно. То есть столовые, там рубль, и всегда я нахожу. Вот вчера я, между прочим, 10 рублей нашел на подходе к евроопту. Вчера были деды, так вот, как говорят, Господь Бог помог, помянул этих родственников всех усопших. Ну, поминный день, вот, в Белоруссии деды. Поэтому, соответственно, 10 рублей нашел, там же их отоварил, это самое, еврооптики, вот. Но от них остался вот такой хлеб. А так все съедено, вот. Кроме меда, который, говорят, не портится тоже годами, фактически ничего нету, потому что он уже 2,5 месяца отключен, 2,5 года отключен. Вот мед, который, наверное, ему лет 10, этому меду, но, говорят, он не портится, поэтому, вот, худо-бедно, это на случай, если... А ты его берегешь, не ешь, да? Ну, как, если, то, горло, например, надо заболевать. А, только в экстренных случаях. Только в экстренных случаях, но за 10 лет таких экстренных случаев не было, поэтому он как бы и старый. Вот, ну, еще старые закатки, это еще матушка закатывала варенье, вот, видите, даже подписано, это, ему, наверное, лет 16. Ну, тут черная сморода, по-видимому, ее можно разбавить водой и, ну, сделать напиток, но есть ее, наверное, уже небезопасно. А такой, какой-нибудь напиток можно сделать. А если небезопасно, зачем тогда может хранить? Ну, я имею в виду, что если есть ее так, ну, ну, а если разбавить водой и сделать просто напиток чисто, то нормально, наверное, сможет. Ну, это как память, можно сказать, от родителей осталось, можно сказать. Вот, черная сморода, когда-то у нас была дача, деревня, вот, 16, ну, 17 лет назад еще последний сбор ягод был, вот, сделали закатки, вот они и это сами. Все, а так больше ничего нету тут, так как холодильник уже два с половиной года не включался. Ну, рабочий, да? Рабочий, он куплен в 72-м году, соответственно, ему, он старше меня на два года, 47 лет. Холодильнику с найди 8 лет. Идопсы делали на своей холодильнике. Каждый делал то, что мог, либо. Я просто целую руку сказал, что здесь был выбор. У меня была мечта никаких ебаных игр. Я всего лишь хотел оплатить ее. Дорогая, дорогая, тебе не нужны такие отношения. Я не уверен, что ты сможешь сайпер успеть с продолжением. Я люблю тебя так, с сценой. Есть другие предложения. Я верю в твое дело, но я сомневаюсь, что ты сможешь изменить положение. Собры, смотри, теперь мой каждый день как в день рождения. В нашей передаче по домам профессиональных игроков надо показывать вид. Слушай, я выйду на балкон, он не свалится, не рухнет? Нет, нет. Не рухнет. Да нет, нет. Хуже. Блогеры должны рисковать. Да. В брежневские времена делался балкон, на сонник. В брежневские времена. Да, это еще 82-й год. Как раз, когда последний год в Брежнев. Понял. Корзиночки там у тебя какие-то? Это еще когда-то в лес ходили, да. В лес погребы ходили все. В лес погребы. Все. Фартука у тебя есть, да? Ну что, вот такой вид. Вот вид хороший. Тут с балкона домов много. И стадион, на котором можно даже в футбол и в хоккей поиграть. Так что... Понял. Понял. Так. Ну это все от родителей. Я у меня лотков тут был. Да. Все от родителей осталось. От матери. Вот эти вот еще посуды. Надежный билетарь, брестская плита. Брестная. Мне газовики сказали, надо менять. Я говорю, ни за что. Потому что такая надежная. В духовке мы вообще ничего не делали практически. Это что, психология? А, нет, нет, нет. Это опять же тот же запойный, который ко мне приходит. А, представляете, вот этим студиям. Ну, это еще старая квартира. Значит, 75-й год. Смотрите, видите, как он шатается. Ну, я-то мало вешу. Понятно, если я сяду, я еще более-менее вот так могу косяться, но выдержу. На тот запойный, который пришел, я сушил пол-литра на стойке 43-градусной. Естественно, нагрузился как следует. Ну, естественно, под ним вот стул не выдержал. И вот это самое. Ну, тяните, это бесполезно. Этим стульем тоже древние стулья, но по крайней мере держат. Вес длинный. Ну что, в ванную комнату, да? А моешься? Да, да, вот я недавно занимал ванну. С ванной? Вот так. Ванной? А, это мне вот недавно, я не знаю, когда я еще ходил. Вот даже был такой телефон. Но все время уход надо менять, и ванна. По крайней мере, ванна в порядке. Вот видели, у соседей там, это самое, соседей недавно квартиру. Какое-то чудо-телефон. Ванна от них, да. Это мне временный телефон дали, пока мой этот самый в ремонте будет. Ну, вот тоже фонарик у меня есть. Вот, недавно, понимал. Пройдите сюда, посмотрите. Ванна довольно-таки, хотя ей уже больше 30, скольки там лет, 37 лет уже, да? Вот. Но, по крайней мере, видите, чистенько, аккуратненько. Вот. А вот соседи свое там выставили, которые, ну, в коридоре было. Да, уже под угнет. Слушай, наклейки вот этих, тех самых годов, да? О, это наклейки, это наклейки 80-х, да, Шкода. Шкода, чешская, Шкода, 80-25 копеек цена наклейки, да. А это уже жвачка попозже, 90-кодов. Какой-то, да, баскетбольный клуб Книгс. Это, ну, этот самый, Книгс. Книгс. Да, там мозги. Ночной сон, здоровый сон обязательно, потому что, если ты ночами не спишь, вот, допустим, круглосуточно играешь, а потом днем отсыпаешься, это уже не то. То есть ночью восстанавливаются клетки печени, там, в определенные часы почек и так далее, и так далее. Ну, обновляется организм, вот, поэтому ночной сон два хорошие, не меньше восьми часов. Вот. Третье, что прогулки пешком постоянно, это самое, то есть пешочком надо побольше ходить, то есть ходьба. Ну, естественно, юмор, смерть продлевает жизнь тоже, то есть не надо быть кислым, унывать, надо быть оптимистом, как бы там трудно не было верить в удачу и так далее. Вот. Значит, вот прогулки, не унывать, чистка зубов, сон здоровый. Ну, и пятый, пятый кит. Здоровое, естественно, питание, то есть, опять же, не есть всякую дрянь, как говорят. То есть, все хорошо в мире. Витя, но... Любые продукты хорошо. По поводу долголетия, ты еще и не выглядишь на 45. Понятно, мне говорили, да. Когда мне было 30, мне говорили мальчик, там, лет 16-15, когда мне 30-ка была. Ну, сейчас я уже постарел, тем более, что три года последних, как говорят, не добавили, как говорят, здоровья, потому что, ну, такие стрессы, понимаете. Проиграть 3000 долларов кредита, плюс еще свои коллекции на 2000 долларов, плюс зарплаты и авансы. Это приличную сумму проиграл за три года, но за то набрался опыта, и сейчас вопрос времени и ходить. У тебя долгов нет, у друзей? Людям я должен мало практически. Там, если 50 рублей каких-нибудь некоторым должен. Даже ему больше должны. Мне сейчас вот больше должны, даже мне. Просто иногда бывает, что когда поднимаю крупный куш, то сразу же ко мне подходит, еще не успеваю даже кассе получить, сразу 5-6 человек, дай, дай, дай. Ну, это классика. Это классика. Вот здесь туалет, но мы же заходить не будем. Здесь кладок. Вот давайте я вот эту открою. Тут у меня... Нет, нет, вот здесь. Вот это медальоны еще от Monolith остались. Видите, на Monolith такие запонки выпускались. Вот мать покойная сделала самодельные вот такие два этих медальона. Так это что? Это у нас кладовка, можно сказать. Тут у меня от коллекции монет остались только вот эти вот буклеты. Слушай, я тебе сказал, Витя, у тебя в кладовке порядок лучше, чем во всех кладах. Все по полочкам разложено. Понятно, что это еще вот прибрано было. Самое ценное у меня в этой кладовке... Не, не, я думаю, самое ценное у тебя вот этот рюкзак, потому что это чемодан, в котором ты когда-то заберешь большую сумму денег из конторы, да? Хотел и вынесу. Ну на самом деле нет, сейчас покажу вам все-таки самое ценное. Ну давай, давай. Вот, это оклад от иконы 1909 года. Это самое от бабушки еще осталось. Вот, ну не оклад, а вот как футляр, или как это называется. А с другой стороны? Вот, видите. А икона сама где? Сама икона вот висит там в спальшке. А, я думаю ушла уже. Я думал, икона выросли ноги, она ушла в ломбард. Так это старая икона, может большая ценность? Ну старая, она как бы ценностей небольшой не имеет. Слушай, ну меня подписчики... Но 1909 года. Подписчики не простят, Вить, если я все-таки туалет им не покажу, может что должно показать? Ой, это по-туалет. Что ты там скрываешь? Лишь бы там не было трупа. Нет, капиталов не скрываю. Кстати, вот еще прикол. Как же потом, да, в основном расширяется? Нет, ну тут более-менее относительный порядок, потому что в туалет я сейчас в основном в конторе хожу. А, ну помню. Просыпаюсь поздно, это самое, сразу в контору, в конторе там в туалет, а здесь я... Ты с фонариком дома, да, ходишь? Нет, это я вам помог подсветить, чтобы вы видели. Нет, с фонариком. Зачем ходить, днем же видно. Все приходят, говорят, а что у тебя тут такое? Нычка. Вот, смотрите. Дело в том, что вот в этом полу из ДСП, который сделан, да, образовался брак. Он оказался бракованный в одном месте. То есть такая, ну, гнилая древесина попалась. И вот. И, ну, приходили с ЖКХ, это самое, сказали, надо перестелать весь этот ДСП по всей площади. Вот. Ну, перестелать, говорит, за ваш счет долларов 200 надо заплатить. Ну, я придумал более дешевый способ. Смотрите, какой я нашел вот такую ерунду. Вот, видите. И туда напихал вот от такой, от китайских этих игрушек, вот такая вот, ну, пленка, да, такая с пупорышками с таким китайским. Вот туда напихал, она амортизирует. И вот теперь я спокойно на ней стою, подпрыгиваю, но не проваливаю. Ну, к соседям не провалишься в них. Но, если что, сюда можно напихать тоже кучу денег. Никто не догадается, что там деньги. Загласен. Вообще никто не догадается. Да, никто не догадается. Мне кажется, если воры сюда зайдут, они еще и осавят. Поэтому сюда можно напихать пачки долларов. Так что туда никто не полезет, да, доллары с малинку. Но, видите, подешевле обошлось, чем 200 долларов. Вот залатал таким образом брак. Когда ты остановишься в ставках, вот какой должен уступить монет, скажешь, все, я буду делать ставки, никогда не буду. 7,5 тысяч долларов у меня вот сейчас основной. Вот, основная цель. То есть, маленькая промежуточная цель, это рассчитаться с коммунальными, чтобы включили свет. Это уже практически цель уже отходит к концу. Тут все ясно уже. Цена вопроса всего лишь 100 долларов. А если, например, сейчас остановиться, пойти работать, да и эти 7,5 тысяч долларов, ну, за год, за два закрыть там? Нет, это очень проблематично, потому что меня будет, во-первых, вычитать большую часть зарплаты по этим исполнителям. И сколько будет вычитать, непонятно. Может, до самой пенсии. То есть, я иногда с рублям могу сделать и тысячу, то есть, 500 долларов. Я понимаю, что это выигрыш, это везение. Нет, там не только везение, там и интуиция, логическое мышление, там и опыт, там и сюда же входят еще другие факторы. Ну, так вот, «Зенит» недавно, ну, как, лет 5 назад или 6 вышел из группы Лиги чемпионов со второго места с 7 очками. То есть, с минимумом возможных очков. Так вот и я с минимума возможных денег, какие у меня есть, могу поднять крупные деньги. А так у меня и по 11 позиций неплохо заходит, и по 10, и по 9, и по 8. Три главных фактора, чтобы быть успешным вставкой. Есть такое понятие, вот вовремя оказался в нужный момент. Вот как я вчера с конторы шел в Европы. Если бы я немножко в конторе задержался, я бы эту десятку не нашел. И в итоге бы я вчера не поужинал нормально, не поминул бы родителей и так далее. Пошел в Европы заряжать мобильный телефон, потому что там есть розетка, можно зарядить, чтобы быть на связи. И нашел десятку. В нужный момент оказаться в нужном месте. То есть, там их больше, но я назову еще два главных фактора. Нужно чутье, интуиция. Оно основано на большом опыте. Три пути. Ничья, победа, поражение. И ты должен почувствовать, какой дорогой ты должен пойти. Вот это интуиция. А интуиция основана на богатом опыте. Ёшкин-матрешкин тебя называют. Когда я пришел в контору, первый играть, там, конечно, игроки очень много нервничали, переживали, даже матерились некоторые. Ну, это естественно, игрок. Без мата это не игрок. Ну, я, чтобы такого, все-таки, я же учителем был, как-то нехорошо. Чтобы такого не допускать, вот более такое мягкое выражение, когда проигрывал, а проигрывал довольно часто, нет-нет, да вырвалось. У меня, ёшкин-матрешкин, опять, блин, одного очка не хватило, там, и одного гола не хватило. Ну, и вот так за вечер, у меня так раз 15-20 в лайфе, когда я проигрывал, по неопытности вырвалось. Из-за твоего выражения? Да, и вот игроки, они меня так и окрестили, ёшкин-матрешкин, потому что я... Вот лампа джина, ты её потираешь, оттуда вылетает джин, и говорит тебе, я исполню три твоих любых желания. Ну, только вот этот, наверное, отложен. Это не лампа, это же чайник. Лампа вот. У тебя есть лампа. Ну, это вот она висела вот здесь вот. Но, к сожалению, надо её потерять. Три мечты какие-то, приземлённые, какие бы ты выполнил. Не выполнил, а попросил бы Джина выполнить. Так. Ну, устроиться на работу, это понятно. Зарплата с какой примерно и куда? Где бы ты всё видел, в какой работе сейчас? Чтоб ты мог выполнять и хорошие действия получать. Ну, пока даже не знаю, где я могу приложить свои вещи. Ну, это на бирже там узнают. Когда я пойду... Не, ну, давай, сейчас просто поразмышляем. Пофантазируем. Поговорили, да. Тебе ты сейчас в Витебске себя видел на работе, чтобы ты мог это делать с таким... Ну, с удовольствием, не с удовольствием, но получал бы хорошие за эти деньги. Что бы ты это мог бы делать, понимаешь? Ну, ладно, тогда это пока отменим, потому что всё-таки я пока не знаю. Пока себя не... Пока, да. На бирже там мне предложат целую кучу работы, я тогда узнаю, и тогда уже там на месте и прикину. Ну, менеджер по продажам, да, вот допустим? Не, ну это... Сложно. Да. А научиться почему бы нет, ставка уже научилась? Ну, я понял, но уже как бы старые научиться не хочется. Уже лень, как говорят. Цель у меня 7,5 тысяч долларов, это как подушка безопасности. Потом после неё можно даже и связать. И третья, последняя. Третья, ну... Что ещё нужно так? Ну, что бы ты хотел? Отдохнуть женщину? Семью? Любовь, семью. Ну, это всё приложится потом потихоньку. Придётся время, всё это, всему своё время. Так, и женщины, и отдых. Ну, давай, третье, на что нужно? Ну, одежда, вот, там, зимняя обувь, куртка, вот это вот, зима не за горами. Тут, самое, вот у меня есть, тут ботинки, так сказать. Ну, с намеку мне там в конторе один добрый товарищ один отдал, но неизвестно, сколько они продержатся и будет ли они там в морозы выдержат. Ну, чтобы всё складывалось и дальше более-менее удачно и хорошо в жизни. По полку девушек, когда в последний раз была девушка? Была девушка, ну, в студенческие годы у меня были, конечно, контакты, как раньше, мать спокойная говорила, не надо искать свою жопу приключений, так и нет. И так и хватает. Вот, поэтому пока с девушками, временно пока приостановлены. Бум! Здесь пятый этаж, да? Да. Пойдёмте вниз, сейчас Юшкин Матрошкин выйдет, познакомим его с отца на чём. Ну, теперь, я надеюсь, вы поняли, почему я приехал сюда и у Олега выпал звёздный час засветиться у нас на канале. Я уверен, что канал у него стрелят. Мне лично вот интересно просто будет последить потом, как всё здесь происходит. Очень интересно будет. Таких, конечно, сейчас персонажей в наше время. Хотя хер его знает, может, и много, просто... Да, не каждый их никто не показывает. Да, не каждый пригласит ещё к себе домой, все стесняются. В общем, большой плюс будет тем, кто это посмотрит в надежде. Посмотрев Тимаса из Батайска, либо ещё какой-нибудь фуфломёта, разбогатеть захочет, ездит на лампаджине. Мы-то сейчас с вами сарказмом задаём эти вопросы, всё прекрасно понимаем. Это уже образ жизни. Это уже образ жизни. Здесь выход, да? О, здравствуйте. Всё хорошо? Вот ещё лаёшки, можно... Может, я даю воду? Да? А, кстати, вполне возможно. Вполне возможно, да. Ну, всё, ждём у вас. Пойдём? Сейчас познакомим тебя с игроком. С нашими героями, да, нашего YouTube-канала. Мы-то сами из Калуки приехали. Да, мы все из Калуки, да. Это ребята из Калуки приехали именно к нам. Сан-Сан, сейчас иди познакомься с игроком профессиональным наставках. Вы подбухнули, что ли, уже? Дегустирую. Да вы, ебёт. Бля, бухнули, пиздец, блядь. Вы опять устроили, блядь. Нет, если бы... В машине, блядь. Вот тебе сидеть, блядь, с вашей травы, да, блядь. Ты, блядь, язык пришёл к нахуй. Вообще, блядь. С небу, к небу, блядь. Вообще, не выгонят. Ну, Сан-Саныч, поднимай, нагасывай. Сан-Саныч, это Сан-Саныч, Виктор, Ёшкин, Матрёшка. Игрок. Ну да, я играю с 90 года первого. Ты, раньше тебя, да? Да, я только 3 года играю. О, ё-о, ты вообще... На деньги, а так, это... А на швычу можно играть. Профессиональный пиздобол. Мозгоё, профессиональный. Я вырос на ваших видосах. Я реально знаю, что у вас статистика стоит. Я смотрел ваш... Такое пиздобол. Так, сейчас мои места сделаем. Статистики не так... Слушай, ну курточка у тебя... По словам импровизации больше. Ты говоришь, что у тебя зимняя куртка есть. Это вот эта зимняя? Ну да, она, кстати, очень тёплая. Так, подожди. Вот я, в отличие от тебя, могу подарить. Мне не жалко. Ебать! Не, а знаешь, знаешь, паразмер. Позёр, блядь! Почему позёр? Не, ну подожди, ты хочешь обратно убрать, пацаны? Если мозгоёба. Я сейчас из мозгоёба... Да, я сейчас из-за мозгоёба вот не подарю. Вот из-за таких вот. Вот такие... Подожди, подожди. Вот такие мозгоёбы пишут комментарии, из-за которых потом стесняешься кому-то что-то подарить. Реально, ну чего? Дай курт! Человек у меня сейчас дома сказал, что у него куртки хуёвые. Я жирноват, парни. Померяй. Ну померяй. Снимай, я тебе с вами. Снимай. Вить, я правда жирноват, в отличие от тебя. А ты его одевай. Не, не надо. Одевай. Я в ней не надо просто... О, нормально. О! О, пуля. Пуля, пляпица. По размеру, да? Да. Всё-таки подожди. Да, только подожди, Вить, тут надо кое-что сделать, блядь. Не, я понял, подъездить. Подожди, подожди. А у меня там осеннее есть ещё. Да. Я с тобой зимнюю взял, осеннее. Подожди, дай я все карманы-то проверю. Так. Надо было в ней гонять, блядь. Так, сейчас все внутренние проверим. Что, нормально застегнись? Посмотри. О, спасибо, бро. Ну, короче, ты никуда эту куртку не девать. Слышишь? Никуда её не закладывать. Это куртка железной ставки. Ну, она, скажем так, не полностью зимняя. Зимой, наверное. Нет. Но она сейчас зима тёплая. Нет, вообще, это зима. Вообще, это зима. У нас просто в Беларуси, я вижу, сейчас... Цемент не режу, что от цемента. Конечно. Цемент буду в той, да. Своей, да. Да, да. Твоё отдадим, отдадим. Вайт, ёп... А это кино? Нет, а то завтра, блядь, он будет вообще без куртки ходить. Сам мечтал, но людям надо. А как сказать, скажу, что он имел? Больше нету, да? Она стоит примерно 50 штук стоит. Ты понял? Откуда Сан Саныч знает, нихуя себе, блядь. У нас в Беларуси тёплая, да? Да, да. А то тебя друзья примут, что за бутылку хуй... Слушай, ну я в ней зимой ходил. Видите? Я в ней зимой ходил. Вот, смотри, можно вот так одеть. Видишь, мех можно отстегнуть. Скажем, в 30-ти градусный мороз, она, конечно, может быть, будет... В 30-ти градусный я вообще из дома не выхожу. Ну, а видите, надо передвигаться же в контору и по делам. У нас зимой тёплый, как-то сейчас нормально всё. Блокноты надо всё забрать, потому что ставки будет давать. Короче, мы поставили здесь... Составят ровно зимние ботинки. Так, ровно зимние ботинки. Катай, 60 рублей. Да, да, да. Но если не хватит, я тебе добавлю. Нет, всё хватит. Вот обещаешь, но если проходит этот экспресс, ты приходишь ко мне, я тебе добавляю до ботинок, и мы покупаем ботинки. Всё, я запомнил. Показывай. Тут может даже и добавлять. Что у нас берёт? Зенит, что у нас там ставит? Зенит 1х. 1х дальше. Не проиграет. Локомотив Ювентус. 1х тоже верим. Юрия Павловича Сёмина верим. Ага. В вашего россиянина. Не веришь, Сан Саш? Так, и... Старую гвардию верим. Ну и Байер должен размочить. Его Атлетика Мадрид размочит, то есть Байер наберёт хотя бы одно очко. Возможно, больше. Какой получился общий? Общий получился 6-43. 6-43. Ну, с округлением 6-5. Моё, если меня, очень хуёвый экспресс. Пойдём. Согласен. На вкус и тебя, товарищи. Бассейнки, всё равно купите. Кролик посмотрим, 5000 найдёт. Согласен.